Всем привет, меня зовут Ира, и сегодня мы поговорим об очередной порции косметики. И давайте начнём с тех вещей, уже это становится традицией, я не знаю, какое видео это подряд я это делаю, но я расскажу ещё про несколько вещей из моего заказа, из моего подарка на день рождения, который я сама себе сделала из той корейской косметики, которую я себе покупала. И давайте начнём вот с такого вот гидрофильного масла от фирмы Etude House, Moisture Cleansing Oil, называется он Real Art. Как я уже рассказывала, что я изначально попробовала это масло в формате пробника, мне его дали в Корее, в магазине Etude House, когда я покупала косметику, там хватило, я не знаю, раза на 3 на 4, наверное, масла, мне вроде как оно понравилось, поэтому я решила его заказать. Могу сказать, что в целом масло вроде бы неплохое, но оно не очень хорошо смывает макияж с глаз, то есть из межреснички, из прям вот линии роста ресниц, оттуда карандаш не смывается, даже не самый прям такой стойкий, всё равно тяжело смывается, приходится брать ещё либо двухваску, либо мицеллярку и да вымывать оттуда остатки макияжа. Со всем остальным это масло справляется, оно очень приятное, оно потом неплохо пенится, хорошо смывается, то есть не надо его прям стоять, потом очень-очень долго смывать, достаточно пару-тройку раз умыться водой и масло всё смылось. Заказывала я это масло на Джум, сейчас оно стоит 1450, подорожало, стоило оно где-то 1100-1200, вообще его можно найти и подешевле, тут оно как-то прям сейчас очень невыгодно выходит. 100% раньше дешевле это масло было на Яндекс.Маркете, его можно было купить рублей за 950, возможно и сейчас оно где-то там есть продаётся, но вот на Джуме оно сейчас стоит очень дорого. Расходы этого масла не особо большие, как вы видите, вот у меня тут совсем немножко расходовалось, а умывалась я наверное раз 6, то есть его хватит прям на очень долго. В этом флаконе 185 миллилитров. Также на Джуме я заказывала винную маску, ночную, от Холика Холика, называется Вайн Терапи, у меня это с красным вином, есть ещё с белым, и это прям очень интересная вещь. Я прям от неё в полном восторге. Во-первых, от самой консистенции этой маски, потому что она очень необычная, она выглядит абсолютно вот прям как желе, такое причём жиденькое, которое пытается немножечко вытечь, но когда вы зачерпываете лопаточкой, наносите на лицо и начинаете растирать, оно всё полностью растворается, прям в обычную какую-то, я не знаю, такой как гель немножечко. Консистенция поначалу кажется такой довольно плотной, как будто бы ложится какой-то такой маской сильной, неприятной, но она довольно быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу, не липнет, липнет она только поначалу, потом она впитывается, липнет перестаёт, очень хорошо увлажняет кожу, мне прям очень нравится, поры не забивают, потому что консистенция, хоть она такая плотная, кажется, на лице, она довольно лёгкая, но увлажняет кожу очень хорошо, и мне прям очень нравится, как кожа потом чувствуется утром, после этой маски. Запах у этой маски такой прям, вот, химозненький виноградик, такие отдушки очень любят в желе добавлять, особенно в желе в японские, в японские, азиатские, вообще разные, прям такой вот химозный-химозный виноград, очень сильный, это мог быть как красный, так и белый, они все-вседа одинаковые эти отдушки, очень классная упаковка, из такого плотного пластика, тоже выглядит как бочонок с вином, крышечка сделана под дерево, но это пластик, стоила такая маска 1198 рублей, на неё как-то были скидки от Holika Holika Retail, это официальный продавец Holika, на Wildberries, и стоила она рублей 850, это было, может, месяц назад. Сейчас я, кстати, не смотрела, сколько эта маска стоит на Wildberries, возможно, там даже подешевле сейчас, чем на Jumi, но ловить скидки можно, и на Jumi, кстати, тоже ловить купона можно, чтобы эта маска вышла подешевле, я 100% ещё потом куплю такую, скорее всего, белую, именно, не буду повторять красную, попробую белую, но я не думаю, что они как-то будут слишком сильно отличаться, скорее всего, может быть, только немножко отдушку какую-нибудь другую сделают, и всё. В общем, очень классная штука, и она, наверное, из всех тех ночных масок, которые я пробовала, пока мне нравится больше всего. Также очень хорошая была от Opel, ночная маска, которая продаётся в подружке, я не помню, как она называется, к сожалению. В общем, она в подружке продаётся, там продаётся, по-моему, дневная какой-то крем, или утренняя, утренняя что-то типа маска, и вот ночная маска, вот она хорошая. И последняя вещь из тех, которые я покупала себе на день рождения, и про которые мы ещё не говорили, а нет, мы ещё не говорили про туш, но про туш мы поговорим чуть попозже, про остальное мы уже про всё поговорили. В общем, это вот такой вот крем для лица, для проблемной кожи, от фирмы Dear Boo, называется Skin Balancing Centella Cica Zero Cream. Этим кремом я пользуюсь уже, наверное, месяца два. Выпользовала уже половину баночки, тут 50 мл, и могу сказать, что прыщей, да, стало поменьше, они совсем прям не ушли, прыщи до сих пор вылезают, они у меня и сейчас есть на лице, к сожалению. Но в целом прыщей стало намного меньше, они стали побыстрее уходить. В общем, побыстрее они созревают, побыстрее проходят. Стоил такой крем 643 рубля, это он стоит сейчас так на Wildberries, у продавца подружка, в официальном, на официальном сайте магазина подружка, я помню, что там крем был дороже, что-то рублей под 800, на Wildberries, и у той же самой подружки, он намного дешевле. По консистенции крем очень приятный, он довольно легкий, но он хорошо увлажняет, то есть я им пользовалась все лето, точнее я им пользовалась последний месяц лета, я весь август им пользовалась, даже когда было жарко, и мне не было неприятно, из-за этого крем упоры не забивались. запах у него очень странный, мне напоминает какую-то такую химозно-лимонную отдушку, такую часто добавляют, я не знаю, какие-то средства для чистки полов, для мойки полов, в общем, что-то такое вот химическое, промышленное мне напоминает по запаху, но запах не раздражающий, он выветривается довольно быстро, расход у крема не очень большой, он хорошо распределяется, как я уже сказала, он не забивает поры, крем приятный, есть целая линейка этих продуктов, также есть и тонер, и, по-моему, сыворотка, или эмульсия, я не помню по поводу умывашки, но вот тонер и эмульсия точно есть, и могу сказать, что это единственная вещь, которую я купила, и которую я вообще куплю, потому что в составе других средств на одном из первых мест стоит алкоголь, что очень-не очень, потому что алкоголь будет сушить кожу, а это абсолютно нам не нужно, кожа будет очень себя нехорошо чувствовать после этого. Ну и, наконец-то, переходим к вещам, о которых мы еще совсем не говорили. Во-первых, давайте я вам расскажу вот про такие вот масла для кутикулы. Они продаются как поштучно, как наборами по 2, по 3, по 5, даже по 10 штук я видела на Вайлберис. Я покупала наборы с 5 штук за 230 рублей. У меня здесь персик, ананас, арбуз, жасмин и лаванды. Я так понимаю, что приходят они рандомно, то есть какие положат, такие положат, 5 штук, выбрать их нельзя. Сейчас я вот уже пользуюсь какое-то время, я не знаю, сколько, арбузом. Выпользовала уже половинку. Сейчас я даже для сравнения покажу вам персик, который примерно, кстати, такого же цвета. Вот. Примерно половину я уже выпользовала. Могу сказать, что довольно неплохие масла, то есть они прям не дают какого-то экстремально сильного увлажнения, прям супер вот такого сильного. Просто приятно увлажняет. Кутикула чувствует себя намного лучше. Я мажу вечером. Иногда, если я чувствую, что мне недостаточно, я могу намазать утром. Ну, вполне неплохое масло за свои деньги. Но не скажу, что прям какой-то вау. Я покупала просто в пузырьках масло. Оно было намного более питательное, чем вот это. Но зато вот такой формат просто удобный пользоваться. Пока не могу вот прям сказать точно, что я потом еще куплю обязательно или не куплю. Но в целом неплохо. Пока вроде бы хватает. А дальше посмотрим. Сейчас как раз зима наступит. Кутикуле будет опять трендец очередной. Возможно, придется покупать масло какое-то более питательное и насыщенное. И раз уж пошел разговор про уходовые средства, я также купила вот такое вот масло для ресниц и бровей от фирмы DNS. Называется Pure Care A Lash in Eye Brown Toning Oil. По поводу тонирования скажу сразу. Не тонирует вообще никак. Хоть оно темненькое, есть такое же светлое. То есть оно прям беленькое. Это такое какое-то желтоватенькое. Но оно никакого вообще оттенка не продает ни бровям, ни ресницам. Им я пользуюсь уже месяц-полтора, наверное. И могу сказать, что в принципе оно работает. То есть оно не дает какого-то прям сильного эффекта. Не думайте, что у вас там в 2-3 раза брови и ресницы станут гуще. Но у меня вот здесь вот, здесь вот начало брови, была залысина очень сильная. Там буквально было 3 волосинки. Плюс у меня были небольшие залысинки вот здесь вот на брови и где-то вот в этом районе. Сейчас у меня вот здесь вот в брови уже не 3 волосинки, а 7. То есть стало немножко погуще и уже примерно одинаково вот с этой бровью по густоте. То есть в принципе масло работает. Хотя до этого у меня волосы здесь расти не хотели. На ресницах я не вижу никакого результата. То есть сколько было ресниц, столько и осталось. Длиней они не стали. Ну хотя я сейчас делаю ламинирование. И мне по длине, наверное, сложно сказать. По-моему, не стали, не стали длинней. Но по густоте ничего не поменялось. Какие были, такие и остались. Стоило такое масло 172 рубля. Я не знаю, сколько здесь миллилитров. 12. 12 миллилитров. Довольно большой объем. Так как я сейчас делаю ламинирование бровей и ламинирование ресниц, то я этим маслом пользовалась, наверное, пару раз в неделю, чтобы не утяжелять ресницы и брови, чтобы они не опускались быстрее и ламинирование быстрее не проходило. Расход вообще абсолютно маленький. Такое чувство, что я им не пользовалась. Ну, если щеточку вот приподнять и убрать, то видно, что немножко масла там нет. Расход прям вообще минимальный. Вот этой вот вещи я не знаю, насколько хватит. Мне кажется, у меня срок годности выйдет раньше, чем я успею ее допользовать. По цене такая вещь на Валвере стоила 172 рубля. В принципе, за свою стоимость прям очень хорошая штука. Очень дешевая, огромный объем. Хватит надолго и, в принципе, она работает. Следующее средство, я не знаю, в какую категорию отнести. Наверное, это все-таки больше декоративное средство. Точнее, вспомогательное такое средство для декоративных средств. Скажем так, мы заавалируем. Это клей для ресниц от фирмы Carprix Real Clear. 5 мл. Написано, что этот клей сделан в Корее. У меня это прозрачный клей. Покупала я его на Узоне. На Узоне он стоил 332 рубля по обычной цене. И с Узун-карта 284 рубля. Скажу, что это прям обалденный клей для ресниц. Он очень хорошо держит ресницы. У него удобная кисточка. Мне удобнее наносить сегодня вот такой вот кисточкой. Как оказалось, на реснице клей. Он хорошо очень держит ресницы. Через какое-то время единственное, если вы прям глубоко клеите ресницы к внутреннему уголку, оттуда ресницы могут отходить. Но, мне кажется, это со всеми клеями у меня так было. Но обычно это было очень быстро. Потому что у меня лично глаза слезятся от ресниц. И, в принципе, у меня глаза слезятся от яркого света. Из-за того, что я ношу линзы. Бывает, немножко начинается там что-нибудь какие-то непонятные процессы. И глаза слегка слезятся. Поэтому во внутреннем уголке у меня ресницы отклеиваются всегда. Здесь же, на остальном веке, ресницы держатся просто обалденно. Если клей попадет на ваши родные ресницы, вы потом оттуда его фиг уберете. Очень долго приходится его колупать, ковырять. Он прям очень сильно приклеивается. Клей действительно полностью прозрачный. Поначалу он выглядит белым. Потом он застывает и становится прозрачным. Его не видно абсолютно. У меня сейчас стразы, кстати, приклеены этим клеем. И, возможно, вот здесь у меня есть какие-то залипушки. Потому что я чуть-чуть многовато наклеила клея. И у меня к стразине приклеивается кожа. Вот здесь под глазом она прям приклеивается к стразине. Залипает. И выглядит это очень странно. И клей очень, как я уже говорю, цепкий. Поэтому тут вот так вот все и образовывается. И клей не хочет никуда уходить. Теперь, наконец-таки, переходим к декоративным средствам. И для меня это средство новое. Но вообще оно далеко не новое. Это вот такая палетка хайлайтеров от фирмы Union Sambo. Называется хайлайтер палет. Я так понимаю, Glowier de Amour. Я французский не знаю. Читать не умею, к сожалению. De Amour знаю. А от Glowier... Нет. Простите. Если я неправильно что-то прочитала или произнесла. У меня это оттенок 01 Tour Eiffel. Я так понимаю. Так читается. В общем, это более светлая палетка хайлайтера. Здесь по оттенкам такой... Он не совсем белый. Он прям светлый какой-то цвет шампанского. И вот такой вот бежевенький. Так вот это свечеваю очень сильно. Вторая палетка, она более теплая. Какая-то такая персиковая больше. И мне бы такая 100% не подошла к моей суперсветлой коже. Стоит такая палетка на Яндекс.Маркете сейчас 320 рублей. По-моему, вторая стоит немножко подороже. Рублей 380. Но цены, как обычно, на всех маркетплейсах скачут. Поэтому, когда, может быть, вы посмотрите, сколько стоит палетка на Яндекс.Маркете, там уже будет абсолютно другая цена. Поэтому я не знаю вообще, сколько раз об этом думала, стоит называть цены или не стоит. Потому что на следующий день уже цена может быть абсолютно другая. Через два дня она может быть и в два раза выше, и в два раза ниже. В общем, это очень интересная вещь. У меня, кстати, как-то на Wildberries был. Я заказала занавески. Заказала их по одной цене. Захожу проверить вообще, где занавески. И заодно просто еще раз посмотреть на картинку этих занавесок. Захожу в карточку товара. И вижу, что занавески почти в три раза дороже стали. Причем цена поднялась буквально на один день. Потом она опять выпустилась. Я не знаю, зачем вот такое вот делается. Вообще, что это такое? В чем причина? Ладно, я там понимаю. Не знаю, как-то было бы это все с курсом доллара связано. Очень приятный. Приятный хайлайтер. Приятный хайлайтер. У него довольно такое деликатное сияние. У меня вот он сейчас нанесен на лице. Его можно как довольно так сильно подтушевать, чтобы он прям сиял. Просто слегка, совсем, прям натуральным таким сиянием. Также на слоите. У меня сейчас он нанесен средненько. Я немножко все-таки его подтушевала. Его можно наставить еще ярче. И он будет прям сиять и блистать. Бежевый вот этот мне, конечно, вообще не подходит. Мой оттенок абсолютно. Он для меня темноватый. Вот этот, да. Вот этим я пользуюсь сейчас постоянно. Очень классный. Как бы так пробовать показать. В общем, я досниму потом, потому что сейчас на камере не хочется фокусироваться на палетке. И она получается очень сильно отсвечивается. Он пылит. Хайлайтер, да. Он такой сухенький. Но он все равно наносится хорошо. Он переносится кистью вообще без проблем. Это бывают такие хайлайтеры супер сухие, которые очень тяжело переносятся кистью. Просто пальца вот так вот надо прям убивать. Этот очень хороший. На смену моему любимому консилеру от Evelyn Liquid Camouflage я решила взять, попробовать консилер от Essence. Называется Skin Loving Sensitive Concealer Covering and Caring. В общем, написано, что это консилер, который не вызывает комедонов, состояло я вера, что он подходит для чувствительной кожи. Здесь 3,5 мл. Стоил он в подружке 325 рублей. У меня это самый светлый оттенок 05 Fair. Но могу сказать, что по сравнению с оттенком самым светлым у Evelyn, это далеко не самый светлый. Он не прям белый. Он все равно такой желтоватенький. То есть он для высветления, ну, мне, например, не подойдет, потому что он прям вот под тон моей кожи. По консистенции он очень легкий. Он хорошо распределяется, хорошо наносится. Он не перекрывает прям супер какие-то явные покраснения. Синяки тоже вообще практически не перекроет. Ну, так, немножечко их смягчит. И все. Для любителей перекрывать все и сразу он не подойдет. Он, скорее всего, для тех, кто любит такой более легкий макияж, что-то такое на каждый день. Он все равно у меня немножечко западает. Мои мимические морщинки под глазами. Но, опять-таки, у меня это со всеми консилерами. Я ничего с этим сделать не могу. Поэтому я за это его ругать даже не буду. В общем, хороший консилер. Прям очень приятный, очень хороший. Такой для ежедневной носки. Следующее средство у меня вызвало очень неоднозначные впечатления о себе. Это вот такой вот маркер для бровей от фирмы Belor Design. Это маркер для микроблейдинга. У него вот такая вот щеточка тройная, чтобы сразу рисовать три полосочки. Покупала я его на Озоне. Стоил он там 294 рубля по обычной цене и 258, если покупать сезон карты. У меня это оттенок, оттенок, оттенок. 21 называется русый. И вот с оттенком-то у меня очень много вопросов. Потому что есть он в двух оттенках только. 20 и 21. 20 это блонд, 21 русый. Блонд, я подумала, для меня будет слишком светлым. Тем более он вроде какой-то с какой-то такой, ну как, роженкой что ли, небольшой. Я думаю, нет. У меня брови все-таки такие темненькие. И цвет волос у меня такой средний, от среднего до темно-русого. Поэтому надо взять русый. В итоге оказалось, что это просто абсолютно совершенно серый карандаш. Я не знаю, какому цвету волос может вообще подойти. Он с бровями не сочетается абсолютно. Он вот прям чисто-чисто серый. И он очень сильно выделяется. Особенно когда, если у вас, как у меня, вот здесь небольшие есть золосинки. И вы начинаете сначала брови им прорисовывать. То он очень сильно отличается от натурального цвета бровей. Его прям видно. Прям очень сильно видно. Даже если вы потом по всем бровям там еще отдельные волосинки прорисуете. Эти волосинки, они будут, правда, жить отдельно с жизнью. Они будут очень сильно выделяться. В общем, цвет очень-очень удачный у этого карандаша. В целом наносится нормально. Его не вот так вот проводой не смоешь. Его надо хорошо потереть, чтобы смыть. То есть по стойкости он нормальный. Это не какой-то там суперпигментированный, я не знаю, карандаш, который тинтует и оставляет след. Нет, он смывается, в принципе. Если потереть, смоется. Но если вы спотеете, то он никуда у вас не уедет. Да, вопросов очень много именно по оттенкам. Потому что, во-первых, очень небольшой цветовой выбор. Блонд и русый. И плюс очень странный вообще русый какой-то. Я говорю, прям чисто-чисто серый. Впервые встречаю настолько серый карандаш. В видео, где я делала обзор на различные карандаши, я показывала три карандаша от L'Amé. Гелевых, ярких, цветных, таких интересных. И говорила, что еще хочу купить желтый и голубой карандаш. И что, скорее всего, никогда не куплю оранжевый. Потому что я просто оранжевыми оттенками не пользуюсь. Зато я не купила желтый и голубой. Но я зато купила оранжевый карандаш. На них цена остается прежней. В среднем они стоят рублей 350. Смотря, опять-таки, где покупать. На них часто бывают скидки. Все то же самое. Очень хороший, очень классный карандаш. Такой жирненький по текстуре. Потом подостывает. И ведет себя хорошо. Слизистый остается. Никуда не девается. Очень интересный, кстати, цвет. Сейчас прям такой осенний. Хочется взять на холлобе разрисоваться. В общем, очень классные карандаши. Ну что, вот такое видео у нас сегодня получилось. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующих видео.